всем привет дорогие друзья с вами кекс и сегодня я делаю тортик по мотивам очень знаменитого тортика с клубникой фрезье я этот тортик делаю немножечко по-другому и бисквит совсем капельку другой и крем здесь использую другой собственно клубника это торт ничем не отличается крем я использую более легкий здесь вот потому что все-таки у нас лето и хочется более нежного и легкого не маслянистого крема я начну с бисквита бисквит у меня испекся и ему нужно отстояться несколько часов рецепт бисквита я выкладывала предыдущем видео ссылочку на него я оставлю также в описании для того чтобы не удлинять сильно видео теперь я начинаю заниматься кремом я 500 миллилитров точнее 600 миллилитров молока отправила на огонь разогреваться и в емкости отдельно смешала еще 50 миллилитров молока яйца вы заметили я использовала целые яйца крахмал сюда же я добавлю и муку и ванильный сахар и все это перемешаю до однородности чтобы не было комочков крахмала крахмал у меня с горкой и без горки добавляю две ложки муки крахмал у меня 45 грамм ушло сюда теперь это все нужно хорошенько перемешать этот тортик получается очень нежным когда он постоит он такой прям как суфле и похожий на вкус как на белом шоколаде суфле в этот крем кстати можно добавить белый шоколад и сделать его таким еще более интересным сам горячий крем когда уже у нас заварится можно добавить именно белый шоколад теперь сюда в горячее молоко которое мне стояло на огне добавляю сахар для того чтобы он у меня хорошо разошелся и оставляю дальше это все до закипания теперь горячую точнее кипящую массу я вливаю в холодную практически до конца немножечко оставляю можно это не делать можно оставить и возвращая обратно кастрюльку и ставлю на огонь при постоянном помешивании на небольшом огне увариваю свою массу вначале она вы видите вот такая вот жидкая но когда она начинает прогреваться яйца загустевают и мука и крахмал схватывается смесь эту нам нужно довести до кипения до появления первых пузырьков хотя бы с дна воздуха если вы не доведете до кипения все-таки будет ощущаться крахмалистый привкус а этого нам совершенно не нужно вы видели кстати я использовала крахмал кукурузный можно в принципе использовать и картофельный но кукурузный крахмал практически не дает вообще никакого вкуса поэтому советую использовать именно его вы видите масса моя загустела и теперь я отвешу еще сюда сразу масло массу отставляю на пару секунд и перемешиваю ее для того чтобы она хотя бы капельку остыла не было совершенно бурлящей кипящей и не стала схватываться немножечко перемешаем и теперь сюда добавляю масло масло мне было с холодильника не сильно твердое но и не размягченное и перемешиваю эту всю массу до однородности тем самым у меня растворяется масло горячей массе вначале она расходится и масса как бы кажется что немножечко расслабиться за счет того что масло плавает поверху но когда она все хорошо разойдется вы перемешайте крем станет очень гладким нежным красивым и я сказала легким теперь нам нужно крем накрыть пленкой обязательно пленкой встык и оставить крем остыть вначале при комнатной температуре немного или на балконе у кого прохладно еще у нас уже жара поэтому у нас так не получается и потом оставить в холодильник до полного остывания вы видите какой легкий и красивый получается крем абсолютно однородный у кого крем не получился однородный остались какие-то комочки пропустите его сквозь сито для того чтобы там действительно не осталось никаких комочков они будут ощутимы потом в нашем креме все оставляем остывать массу далее я приготовлю пропитку я в чашку насыпала чуть больше столовой ложки с горкой сахара мне в принципе вся пропитка не понравится не понадобится но я ее готовлю всегда с запасом и у кого есть клубничный ликер или какая-то настойка это очень хорошо у кого нет можно приготовить просто залить этот сахар кипятком как на чай для полного растворения сахара и оставить и это будет просто сахарный сироп у нас для пропитки у меня был клубничный ликер поэтому я его добавила две ложечки туда это клубничного ликера теперь когда моя заварная основа уже полностью остыла возьму сливки я здесь буду использовать полкило сливок и сюда добавляю 5 столовых ложек с небольшой горкой сахара перемешаю и оставлю в холодильник для того чтобы сахар немножечко разошелся пока месть приготовлю форму пока у меня растворяется сахар я взяла обычный полиэтиленовый пакет у кого есть ацетатная лента это вообще прекрасно по бокам своей формы лучше расставить ацетатную ленту у меня этой ленты не оказалось некоторые используют еще папку такую твердую такой папке тоже мне не было времени не покупать не бежать за ней поэтому я взяла обычный полиэтиленовый пакет разрезала чтобы он такой был вы видели по бока и разрезала чтобы он был длинной лентой у меня такой и теперь вокруг своей формы выстилаю как бы заворачиваю полиэтиленовый пакет разглаживаю все стыки для того чтобы потом поровнее у меня получился сам тортик нужно также перебрать обязательно клубнику клубника у меня была и крупная и мелкая крупная у меня пойдет на боковушки мелкую лучше расставить срединке вот такая красивая у меня клубничка теперь приступаем к нашим сливкам сахар уже разошелся видите нет никаких крупинок я начинаю сбивать сливки сливки у меня 40 процентной жирности то есть забьются они вообще прекрасно вначале на небольшой скорости потом скорость добавляю вот такая вот у меня заварная снова получилось в которую я буду добавлять свои сливки вы видите густая красивая и без комочков и вот уже взбиваются мои сливки уже где-то среди на времени это прошло буквально там две минутки может чуть меньше даже видите скорость я увеличила появляются красивые борозды и вот до такого состояния я довожу сливки когда у них уже будут абсолютно стоячие пики этим кремом можно делать принципе и воланы и цветочки то есть он уже получился довольно густой это просто взбитые сливки очень такой красивый также я замачивала желатин я замочила 10 грамм желатина в 50 миллилитров водички и дала ему набухнуть минут 20 и теперь немножечко сливок ввожу в начале в свою заварную массу для того чтобы облегчить ее чтобы она не была такой тяжелой если мы заварную массу бухнем сливки у нас будет плохо расходиться и могут остаться комочки я беру и вот так вот снизу вверх как бы так просеиваю пропускаю сквозь полосочки моего венчика крем чтобы он у меня не осел он уже становится более мягкий такой приятный очень вкусно пахнет как мороженое это на самом деле есть практически крем мороженое теперь уже могу заварную часть добавить к сливкам она уже не такая тяжелая и комочка в ней абсолютно нет она очень гладкая поэтому уже можно перемешивать с общей массой сливок и аккуратненько тоже перемешиваем также я растопила на микроволновке в течение 20 секунд желатин вы смотрите чтобы полностью все кристаллики разошлись добавила быстренько и и вмешиваю желатин крем удобнее конечно это все таки делает ложка потому что крема уже получилось довольно много можно использовать меньше крема если у вас будет меньше форма у меня форма будет квадратная 24 на 24 поэтому крема я хотел чтобы получилось много и он покрыл у меня всю клубнику в этом и прелесть этого тортика что такого крема очень много он очень нежный получается как суфле форму положила я разрезанный половинку бисквита и как вы видели уже моих предыдущих видео я пропитываю сквы и коржи всегда с пульверизатором для того чтобы более равномерно это получилось пропитываю пропиткой с ликером и выкладываю небольшое количество крема на низ на которое я буду уже ставить свои клубнички вы видите у меня чуть-чуть бисквит уменьшился он выпекался в этой же форме и он чуть-чуть уменьшился и есть небольшие такие отступления от краев это мне сыграет конечно не на руку потому что не получится такой идеальной боковушки этого тортика но этот тортик у меня для нас кушать не куда-то поэтому на вкус это у меня никак не скажется но если вы будете использовать круглую форму лучше брать ту которая меняет диаметр выкладываю большие клубнички разрезая их пополам по бокам для того чтобы потом они у меня как лицевая сторона так красиво разрезиком смотрелись и по всему кругу так выставляя свои клубнички заборчиком желательно брать одинаковую клубничку по размеру здесь так будет красивее смотреться теперь эту клубничку чтобы она у меня никуда не шаталась и хорошо там заполнился крем я беру просто небольшое количество крема и прям ножиком туда как бы придавливаю между клубничками для того чтобы туда внутрь вошел крем не бойтесь туда можете запихать много для того чтобы потом у нас не было никаких дырочек когда мы откроем уже наш тортик с формы хорошенько промазываем эти боковушки потом я разложила все остальные клубнички вы их можете разложить хоть шахматном порядке или в ряд очень красиво если вы разложите клубнички 1 к 1 тогда разрез будет красивый очень но у меня на самом деле ушло довольно много клубники у меня ушло наверное кило двести клубники на этот тортик поэтому я уже посмотрел что у меня не хватит клубники если я буду в стык 1 к 1 выкладывать клубнику и разложила ее вот практически в шахматном таком порядке и вокруг клубники заполняю кремом для того чтобы он был у меня везде мне удобнее это было сделать с кондитерского мешка можно сделать с полиэтиленового пакета можно в принципе и ложкой разложить многие используют именно для этого тортика такой масляный крем масляный и с заварной основой он получается немножко более жидкий и более жирный конечно же и с ним вы такой нежности и воздушности в этом тортике не добьетесь оставляю небольшое количество крема для того чтобы покрыть верхний бисквит буквально немножко несколько ложек нужно оставить здесь очень отлично у меня хватило крема как раз для того чтобы покрыть клубнику полностью вот верхний бисквит его тоже обязательно нужно пропитать нижний можно даже не так сильно пропитывать а верхний корж хорошо пропитайте нижний просто будет как основа вам все-таки его поднимать как бы когда вы отрезаете поддевать чтобы он у вас не раскис его очень сильно не старайтесь пропитать а верхний без проблем и переносим корж и точно также пропитываем еще сверху придавите хорошо можете даже на этом этапе немножечко поставить под пресс на минут десять я буду собирать очень быстро а пресс вам поможет чтобы крем равномерно распределился увидите я пальчиком пробую насколько мягкий мой бисквит здесь не жалейте пропитки я думаю достаточно и остатки крема выкладываем на верхний корж не оставляйте все эти вкусности в емкости обязательно выкладывайте все разравниваем можно также полить здесь клубничным желе которым я буду поливать и покажу вам как это сделаю можно оставить этот тортик уже и так и сверху его украсить клубникой либо чем вам нравится но я еще раз говорю я сейчас хочу приготовить у меня осталось немножечко клубники я ее оставила и хочу приготовить как бы клубничное желе сверху заливку клубнику я перебью блендере мне там станет где-то грамм 250 клубничного пюре отвешиваю 10 грамм желатина заливаю это 50 миллилитров воды и отставляю его набухать клубничное пюре выкладываю в кастрюльку выливаю и поставлю на огонь сюда нужно будет добавить сахар по вкусу я не хочу чтобы было приторно сладко поэтому на 250 грамм я добавляю две с половиной столовые ложки сахара такие со средней горкой и потом еще и добавлю несколько кристаллов лимонной кислоты для того чтобы был такой интересный кисло-сладкий привкус а не просто как варенье доводим эту массу до кипения не кипятим долго просто вот довели до кипения и сняли чтобы остался вкус свежей клубники они переваренной немножечко остужаем буквально чтобы там стало там 80 90 градусов и добавляем наш набухший желатин теперь это нужно хорошенечко перемешать чтобы желатин разошелся полностью в нашем таком соусе и оставить этот соус остыть ну пускай не до комнатной температуры но градусов до 30 40 точно нужно оставить остыть особенно если вы будете использовать такой крем как у меня потому что в принципе и сливки и масло если вы вылите горячий сироп ну горячего такой вот соус наверх потечет поплывет то есть вам такого не нужно когда масса подостыла аккуратненько выливаю ее наверх нашего тортика и теперь это все добро оставляете на часа три хотя бы в холодильнике я вы видите делаю это уже вечером и оставляю на всю ночь для того чтобы уже наверняка у меня там все схватилось было нежным и вкусным и вот наступило утро можно открыть и попробовать тортик аккуратно расстегиваю поднимаю но в принципе тортик нигде не шевелится не не разъезжается все отлично схватилась убираю пленку либо как в моем случае пакет и получаем ровный край можно по кругу немножечко срезать желе потому что он у меня чуть-чуть горбинкой получилась для более ровного и гладкого края можно этого не делать потому что опять же это тортик для нас вы видите у меня не везде крем пролез там где я вам показывала и видно что бисквит был чуть-чуть маловатый для этой формы что крем выступает здесь но я вам все же покажу разрез если положить больше клубники от этого и рисунок внутри тоже меняется что же давайте попробуем держится хорошо крем абсолютно стоит хорошо ничего не плывет не разряжается очень много крема очень вкусный торт с кислинкой с клубничкой я уверена что вам очень понравится вдруг что-то вам непонятно обязательно спрашивайте в комментариях всем отвечу попробуйте сейчас сезон клубники обязательно советую а с вами был кекс до новых встреч пока пока